Валентина Чибичек Чернобыльской АЭС до сих пор заставляет содрогаться. Только задумайтесь, взрыв реактора на 4-м энергоблоке атомной электростанции имени Ленина в 600 раз превзошел Хиросиму. В результате аварии пострадало 2 миллиона человек. Распространившаяся после аварии радиация поразила в частности Ленинградскую область, Чувашию и Мордовию. В этих местах, как и в Белоруссии, и в некоторых европейских государствах она выпала в виде осадков. В результате этой катастрофы вокруг Чернобыльской АЭС образовалась зона отчуждения в радиусе 30 километрах. На этих территориях никто не живет и по сей день. В ликвидации последствий катастрофы участвовали более 600 тысяч человек со всего СССР. Среди них и 7 человек из Ненинского округа. Сегодня с ними познакомилась Наринмарская молодежь. В Ненинской библиотеке имени Печкова прошла встреча, посвященная 30-летию со дня крупнейшей катастрофы. 26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты ночью произошел неконтролируемый рост мощности реактора, который привел к нескольким взрывам и разрушению значительной части энергоблока. Другие опасные вещества продолжали покидать реактор в результате пожара, который длился две недели. Сразу после аварии острому радиационному воздействию подверглось примерно 600 человек из персонала станции и пожарных. В первые дни после аварии население района, прилегающего к атомной электростанции, а также мировое сообщество не знало о случившемся бедствии и масштабах катастрофы. Сведения о возможных последствиях хранились в строгой секретности. Первое сообщение об аварии и решении эвакуировать город появилось только спустя 36 часов после катастрофы. Ситуация была названа неблагоприятной. С целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города. Временная эвакуация – так думали люди, покидающие свои дома навсегда. Тем временем в район катастрофы начали прибывать первые ликвидаторы горящего энергоблока – пожарные, сотрудники милиции и многочисленные специалисты в области медицины, угледобывающей промышленности. Пожар тушили по сменам. Когда одна смена получала предельно допустимую дозу радиации, приезжали другие специалисты. Основной задачей ликвидаторов, которые работали в зоне отчуждения, было снижение количественных уровней радиоактивных выбросов. Среди тех, кому выпала доля ехать в Чернобыль, оказался и Николай Чепсанов, житель Неницкого округа. В июне 86-го в зоне сильнейшей радиации он пробыл 15 дней. Когда я увидел пустые деревни, когда даже птички не щебечут, я понял, что тут опасно. Даже чуть-чуть страшно стало. Мне было 25 лет. Сегодня в Неницком округе проживает семь ликвидаторов чернобыльской аварии. На встречу с нарядмарской молодежью вместе с Николаем Чепсановым пришли Александр Данилов и Владимир Жуков. Героями они себя, конечно, не считают. Говорят, что на их месте так поступил бы каждый мужчина. МЧС России проводит командно-штабное учение по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодием и природными пожарами. Сегодня дан старт первому этапу учения. В Неницком округе, как и во всех субъектах Российской Федерации, состоялось оповещение и сбор органов управления и личного состава. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности субъекта состоялось заседание Межведомственного оперативного штаба. В соответствии с замыслом учения, незамедлительно во всей стране были введены режимы функционирования «Повышенная готовность» и привезены в готовность силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧАЭС, задействуемые в паводкоопасный период. Организовано оповещение и информирование населения об условно возникших ЧАЭС, в том числе с использованием системы централизованного оповещения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», проведена СМС-рассылка сообщений. Было задействовано около тысячи человек из различных структур округа, условно задействовано одно воздушное судно, 35 единиц техники, выставлен палаточный городок с подвижным пунктом управления, в котором можно было бы жить и проводить аварийно-восстановительные работы. Первые результаты, естественно, можно уже подвести, все сработали и слажены. Члены КЧАЭС по оповещению, которое делал у нас Центр управления в кризисных ситуациях, собрались вовремя, то есть звонок у нас поступил в 7.35, а в 8 часов уже все члены комиссии КЧАЭС и АПБ Ниньского автономного округа были уже в актовом зале администрации, то есть для проведения заседания, то есть 100% явки. Завтра в Коткино будет проходить второй этап данных учений по пожароопасному периоду. Практические мероприятия будут отрабатываться не по учебным, вводным, а по реализуемым планам действий и фактической обстановке, что также актуально для нашего региона, так как есть отдельные муниципалитеты, которые реально могут попасть под угрозу пожаров в лесной зоне и в населенных пунктах. Итоги проведения мероприятий будут известны после учений. Особое внимание во время учений будет уделено вопросам применения аэромобильных группировок в зоне ЧАЭС, авиации и беспилотных летательных аппаратов. На территории Республики Коми голова основного ледохода развивается на участке Родионова усть-Лыжа, что в 729 км выше Наринмара. Подвижки распространились до усть-Усы, в усть-Цильме местные подвижки от вскрытия реки Ижма. В Троицко-Печорске средний ледоход, рост воды за сутки составил 24 см, в усть-Щугаре редкий ледоход, рост воды 10 см, в Печоре на усть-Кожве средний ледоход, спад воды 6 см, на усть-Усе отмечаются подвижки и разводи. Вода за сутки прибыла на 115 см, мутный материк, щелья-Юр, усть-Цильма, закрайны. Далее от Йормицы ледостав. В Оксино рост воды составил 9 см, в Наринмаре – 1 см. Многодетным семьям предоставляют право выбора. Администрация региона готовит законопроект о предоставлении 1 млн. рублей вместо земельного участка. Местные жители в приоритете. Работодатели обяжут патировать места для жителей Дненецкого округа. Обсуждению и решению проблем северо-запада России по Волжье и Урала, развитию промышленности, сохранению водных ресурсов, повышению качества услуг ЖКХ, выстраиванию эффективной и прозрачной работы местного самоуправления. Этому посвятили форум Общероссийского народного фронта, форум действий регионы. Он прошел в Йошкар-Оле. К участию в форуме были приглашены свыше 400 человек – гражданские активисты, федеральные и региональные эксперты, представители исполнительной власти, журналисты. Свой вопрос президенту задал и активист Ненецкого регионального отделения Общероссийского народного фронта, депутат Архангельского областного собрания депутатов Матвей Чупров. Он привлек внимание главы государства плакатом с надписью «Шкурный вопрос». В нашем регионе, ну регион, площадь его порядка 170 тысяч квадратных километров, выпасается 160 тысяч голов оленей. Кочевой образ жизни ведут порядка 2,5 тысяч человек. Это люди, которые из поколений передают свой опыт и вместе с своими семьями кочуют по 100-километровым маршрутам. Продукция оленеводства – это мясо, шкуры и рога. С олениной, с мясом у нас все нормально. Наримарский мясокомбинат производит хорошую продукцию, которую знают, наверное, во всей России. А шкура, к сожалению, у нас в основном утилизируется и частично экспортируется, отправляется в Финляндию по 6 евро за штуку. Ну где-то порядка 50 тысяч шкур в год производится и только 8 тысяч идут на экспорт. Остальное все пропадает. Вопрос по глубокой переработке продукции оленеводства, он рассматривался на многих совещаниях уже не один десяток лет, наверное, с 90-х годов. Но, к сожалению, дальше дело не идет. Только одни разговоры. И у нас такая просьба, чтобы вы дали какой-то толчок развитию этого вопроса. Для решения этого вопроса Владимир Путин пообещал дать поручение Министерству промышленности, отметив, что подобные мероприятия позволяют услышать проблемы регионов. Формат таких межрегиональных площадок показывает, безусловно, свою востребованность и эффективность. Мы с вами собираемся не просто поговорить, причем на такие как бы общие, хотя и важные темы, а ищем решения, обсуждаем эти вопросы. И, если вы заметили, ну, наверное, не все получается, об этом еще скажем, но, тем не менее, на встречах подобного рода потом формируются позиции правительства и администрации президента. Выносятся изменения в федеральное законодательство, принимаются подзаконные акты. То есть, я хочу сказать, что инструменты подобного рода, прямой, по сути дела, демократии, они работают и работают весьма эффективно. Глава государства отметил, что в этом году аналогичные форумы пройдут также в Якутии и в Крыму. Право на бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям монетизируют. Вместо участка под индивидуальное жилищное строительство многодетным родителям могут предложить 1 миллион рублей. Таким образом, появится выбор либо земля, либо компенсация. Соответствующие изменения планируют внести в окружной закон. Как следует из финансово-экономического обоснования законопроекта, сумма в 1 миллион рублей является достаточной для внесения гражданами первоначального взноса по кредиту на приобретение или строительство жилья. В целом, предложенный законопроект содержит еще несколько изменений. Так, вводится запрет на выделение многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство участков, в отношении которых не завершены мероприятия по планировке и межеванию территории. Во-вторых, правом на предоставление участка будут обладать лишь многодетные семьи, члены которых состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, либо имеющие основания для постановки на учет. Все поправки одобрены в ходе заседания администрации региона, после чего законопроект должен быть принят окружным парламентом. По состоянию на 1 апреля 2016 года на учете в целях бесплатного предоставления земельных участков под ИЖС состоят 457 многодетных семей, из них 397 на Ринмаре, 40 в поселке Искателей и 20 в окружных селах округа. Администрация Ненинского округа одобрила законопроект о квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан в Ненинском округе. Как сообщила на заседании представитель губернатора в собрании депутатов Наталья Сидорова, документ направлен на оказание содействия в трудоустройстве жителей региона, испытывающих трудности в поиске работы. Квотирование коснется работодателей с численностью штата свыше 50 человек. Согласно законопроекту, квоту будут выделяться для двух категорий граждан. Это лица, постоянно проживающие в Ненинском округе не менее 15 лет, и граждане с цензом оседлости 5 лет, которые являются одинокими или многодетными, воспитывающими 5 и более несовершеннолетних детей, а также лица из числа детей-сирот в возрасте от 18 до 23 лет. Первоначально предлагалось установить квоту для работодателей, численность работников которых превышает 50 человек, в размере 30%. Но с учетом обсуждения мы также доработаем, что на 2016 год эта квота будет 10%, на 2017 год – 20% и в 2018 и последующие 30%, чтобы работодатели все-таки могли поэтапно прийти. Представленный законопроект станет еще одним шагом на пути к содействию занятости жителей Ненинского округа, отметил глава региона Игорь Кошин. Как руководитель региона, я хочу, чтобы все наши жители, постоянно проживающие здесь, имели возможность работать и содержать свои семьи. Для этого был принят ряд шагов. Достигнуты договоренности с недропользователями, создана инфраструктура для открытия собственного бизнеса. Сегодня мы переходим на следующий этап. С помощью закона обяжем работодателей трудоустраивать местных жителей. Так прокомментировал законопроект глава региона Игорь Кошин. Нулевое чтение в комиссии по социальной политике парламента документ уже прошел. В ближайшее время законопроект будет внесен на рассмотрение в собрании депутатов. Рукописная книга памяти ждет своего часа. Жительница Каратайки создала книгу памяти односельчан. После занесения всех имен фронтовиков рукопись будет издана. Никто не забыт, ничто не забыто. Строчка из стихотворения Ольги Бергольц стала названием для многих мемориальных проектов, связанных с памятью о подвиге советского солдата. По праву, таким проектом можно назвать книгу памяти Каратайки. На протяжении трех лет жители поселка собирали информацию о своих земляках, тех, кто ушел на фронт из Большоземельской тундры и не вернулся обратно. Их имена, затерянные в гуще истории, как по Крупинке, собирали из разных источников и семейных архивов. Наша съемочная группа побывала в Каратайке и заглянула в книгу памяти поселка. Наталья Панкротовская, председатель местного совета ветеранов, бережно хранит историю Юшарского сельсовета. Именно ей три года назад пришла идея создать книгу памяти. Несколько долгих лет совместно с жителями поселка по Крупинке собирали разрозненные факты, редкие фотографии и сведения о наградах своих земляков. Тех, кто ушел на фронт из Большоземельской тундры и не вернулся обратно. У многих, чьи имена вошли в книгу, сегодня нет даже родственников, но память о них и их подвиге будет жить. Собрали фотографии, конечно, было тяжело. У нас некоторых фотографий вообще не было, и людей этих уже давно нет, и родственников нет. Но списывались, созванивались. Большая работа была проведена по книге памяти Ниньского округа. Сегодня в книге памяти Юшарского сельсовета 35 имен. Четыре из них, уроженцы Каратайки, погибли на пароходе «Комсомолец» в августе 1942-го. Одним из последних в нее попал Илья Прокопьевич Тайборей. О том, что родился в Большоземельской тундре, в 23 года ушел на фронт, погиб в 44-м и посмертно награжден медалью за отвагу, узнали только недавно. Помог в этом жителям Каратайки Леонтий Чупров из поселка Красное. Вот он нам одного нашего односельчанина нашел. Главное, его нет ни в книге памяти, и у нас его в списках не было, а он вот нашел. И мы нашли его по сайтам, по интернету, и представляете, родственники объявились, и они, оказывается, и знали, что у них награда его есть. Найти имена своих затерявшихся земляков, канавших на фронтах войны, было непросто. Так, сегодня белым пятном остаются сведения о судьбе Ивана Погожева и Спиридона Дьячкова. Ни один запрос, посланный в Центральный архив Минобороны в Подольске, не принес результата. Как будто и не воевали они вовсе, с горечью говорит Наталья Дмитриевна. Работы по поиску сведений о них будут продолжены. Кстати, вместе с книгой памяти Наталья Панкротовская собирает сведения и о тех, кто вернулся с войны и продолжал жить в мирное время. Сегодня в такой книге 27 имен ветеранов-участников Великой Отечественной войны. 17 из них захоронены в Каратайке, два на Варнаке и один в Наринмаре. К сожалению, живых участников той войны в Юшарском сельсовете уже не осталось. Когда работы по поиску последних имен будут закончены, книгу постараются издать, чтобы память передавалась из поколения в поколение. А пока единственный, почти рукописный экземпляр книги памяти хранится дома у Натальи Панкротовской. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Наша телерадиокомпания продолжает акцию «Мы идем на встречу с памятью». В ее рамках абсолютно бесплатно можно обновить, увеличить, распечатать и привести к единому формату фотографии участников Великой Отечественной войны для участия в акции «Бессмертный полк». Она традиционно состоится 9 мая. Акцию «Наша телерадиокомпания» проводит совместно с региональным центром молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи. Благодаря совместным усилиям уже удалось обновить порядка 30 фотографий фронтовиков. В этой акции мы не остались одиноки. Откликнулись нам помочь и школьники школ номер 1, школы номер 3, учащиеся школ округа города, которые занимаются в кружках самодеятельности при Доме детского творчества. А также фотографии нам печатает сеть магазинов «София». Прием заявлений от родственников ветеранов продлится до 4 мая включительно. Каждый заявитель должен заполнить специальную анкету и принести фотографию по адресу улица Ленина, дом 25А. Говорим по-ненецки. Ненецкая телерадиокомпания запустила новый проект. Теперь слушатели радио Наренмар-ФМ и Север-ФМ смогут выучить самые простые бытовые фразы на языке коренного населения. На первых языковых уроках побывала и наш корреспондент Любовь Пермякова. Изучать ненецкий язык, не выходя из дома, теперь может каждый желающий. Все, что необходимо для обучения – желание и радиоприемник. Занятия с учениками в радиостудии проводит опытный учитель ненецкого языка Юлия Литкова. Одна из учениц – Анастасия Саботович, радиоведущая и куратор проекта «Говорим по-ненецки». Два урока в аудиоформате уже дали свои первые результаты. Скажи что-нибудь по-ненецки. Какие слова уже выучили? Самое интересное, самое большое открытие для меня – это было слово «олень», что это «ты». И второе – это то, что все мы знаем, да, «тыковылка». И вот выяснилось, что «тыко» – это как бы маленький олененок, и что вначале это было просто прозвище «тыко». Это вот, наверное, самое первое открытие для меня было на первом уроке. Но вот сегодня, например, мы узнали, что у ненцев весна делится на два этапа. Не как у нас на три, а у них на два. Одна – до ледохода, да, а вторая – с ледохода до появления первого ковара. По словам Анастасии, во время занятий не только узнаешь новые слова, но еще и знакомишься с традициями ненецкого народа. Первое занятие у нас было знакомство. И раз был праздник Мерита, Сямянхат Мерита, мы решили немножко его к тому празднику немножко приблизить, чтобы тему ввести. Так, сейчас у нас пойдет тема весна, потом праздник, вот если бы где-то занятие у нас по 9 мая. Такой как бы немножко отойдем чуть-чуть от этих основных тем. Потом снова весна и лето. На этом проекте мне нравится, он идет как разговорный. Тут мы в грамматику особенно не вдаемся. Мы просто разговариваем, заучиваем слова, говорим загадки. Научиться просто разговаривать по-ненецки может каждый желающий. Стоит только настроиться самим и настроить радиоволну. 102,5 – это радио Наринмар-ФМ для радиослушателей города. И волна 102,0 – радио Север-ФМ для жителей села. Аудиоуроки проходят каждый четверг в 12.45 и 20.45. В перспективе пилотный радиопроект имеет все шансы перерасти в формат студийных видеоуроков. Любовь Пермякова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Такова была информационная картина дня. Увидеть наши новости можно на нашем сайте по адресу www.trk.sever.ru. Далее информация от синоптиков. Продолжение следует...